Всем привет! Сегодня буду слушать Хаски и трек называется 7 октября. Что хочу сказать про Хаски? Я, конечно, не поклонник Хаски, потому что все слишком сложно он там поет и слишком сложно его светлую мысль прочитать с первого раза. Ну вот последнее про Родину, в принципе, как-то неплохо. Потом, когда я отгадывала какие-то там строчки из произведений, и тогда у Хаски тоже подумала, ну надо же, что-то правда умное говорит. Вот люблю, когда люди не просто дурю маются, а что-то еще и говорят умное. Поэтому Хаски 7 октября. Стол ломился от яствы в оттенках минора, купаясь в бухте леволторно. Захмелев, царь скучал, ковыряя в фаянс блестоящей петейной реторты. Созерцая елейные морды, клювретов, филейные формы наложниц. Он одним мановением гордым велел торжество затяжное продолжить. Секунду больше наполненных кубков стена. Шабаш бьется в конпульсиях пошлости. Атмосфера кипит под себя, подминая все сожжанием разнузданной лошади. Архитектор прокрустовых лож над столом нависает непуганным коршуном. Дабы пенилась в чашах граненных, кровь угнетенных, поруганных, брошенных. Тут все они согласны, ходрады и рупор великан, что от государя по правую руку вздымает кубок под беленый купол. За царскую власть, за челяди глупости богемные куклы, евнухи слуги, светская рухля, бесы с хоругвями. Все в едином порыве слепого халуйства, пьют за безмолвье и страх за халустья. Вдруг падает ниц, чиновник первый в толпе, изувеченный халшностью лиц. Целует цареву десницу, челом бьет страшится, чего в нем на вид неказиста. Однако когда-то бродячий артист, театра марионеток, он ныне палач-карьерист. Император и апологет режима канав и темниц. Оставлен в тени, царит отрешенно, мертвичиной утробу набив медвежонок, почивший у трона. То хранитель короны, любимец царя и гонитель народа. А кесарь доволен, что внушил всем этим боровам, всем этим проблядям, что покуда копают шахтеры. Все будет здорово, все будет здорово. У царя сегодня день рождения, день рождения. Все дела свои бросайте, люди, люди. Выпьем рюмку за его терпенье, чтобы нас скотов не бросил на распутье. Ты прости нас, убогих, царь-батюшка. Мы тебе обещаем копать еще, но когда такой повод? Ну разве мы не можем праздновать, не можем праздновать? У царя сегодня день рождения, все дела свои бросайте, люди. Выпьем рюмку за его терпенье, чтобы нас скотов не бросил на распутье. Ты прости нас, убогих, царь-батюшка. Мы тебе обещаем копать еще, но когда такой повод? Ну разве мы не можем праздновать, не можем праздновать? 7 октября мы будем праздновать, 8 октября мы будем праздновать, 9 числа мы будем праздновать, 10 числа мы тоже будем праздновать, 11 мы будем праздновать, 12 мы будем праздновать, 13 мы будем праздновать, а 14 закончится нефть. Ну вот любите вы подсовывать мне какие-нибудь песни, которые вы хотите, чтобы я что-то сказала? Что-то сказала, вот нравятся вам какие-то такие песни, которые несут такую сильно смысловую нагрузку, которую я должна озвучить и высказать свою точку зрения. А я вот не хочу говорить, не хочу. Поэтому я всё прочитала, я всё поняла. Что мне понравилось, что мне плюсом идёт в хаске. Во-первых, тут он вообще как будто не хаске, как будто кто-то другой. Как-то он так спел хорошо, чисто вообще неузнаваемый, если честно. Вот я, ну, в последнее время редко говорю, а раньше часто говорила, что я люблю, когда фразы, ну, пускай они идут с подтекстом, да, но они красиво поставлены, и вот этот вот подтекст, он читается, но красиво выстроенная фраза с подтекстом, она гораздо интереснее, чем просто сказанная в лоб. А если сравнивать хаски и фейс, то вот фейс-то, он там в лоб рубит правду матку и выглядит немного иногда нелепым. Это я вот про его, я одну смотрела его про заточки и посчитала, что он всё-таки ещё такой маленький мальчик, не дорожший до того, что он хочет сказать. Он ещё не осмыслил до конца, ему главное хрепануться и высказать это слово. А здесь вот, здесь оно всё так вот в подтексте, и уже такой подтекст взрослого человека, который осмыслил, подумал и спел вот так, чтобы стало понятно. И как бы вроде кому надо поймёт, а кому не надо, просто послушает, ну и как бы и всё. Вот, поэтому, ну что, молодец хаски, каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, вопрос только как. Вот так достойно. Достойно.